Последний живой концерт, на котором я был, это был концерт Джейкоба Бэнкса. Очень крутой. Рекомендую. Вот это, кстати, прям реально большая проблема, потому что в последнее время не выходит ничего, точнее, я, наверное, не натыкаюсь ни на что интересное, что мне было бы интересно послушать. Вот, если есть что интересное, кидайте в комменты. Со всеми этими карантинными движухами я понятия не имею, как мы это сделаем, но постараемся сделать есть наброски небольшие. Не отменяют, а переносят, это важно. Осенью концерт будет обязательно, со всеми увидимся. Мне тоже очень жаль, но что поделать. Да не, ничего не апатичного, просто залипаю. Я, кажется... Мне кажется, что и сейчас все норм, ничего критичного пока еще не произошло, но посмотрим, что будет дальше. Знаете, свободу такой человек, с которым очень сложно дружить. Мне кажется, он знает об этом прекрасно. Его фиг вытащишь куда-нибудь. Раз в полгода разве что. В телеграме он не отвечает на сообщения и так далее. Ужас. Да, я вчера сделал лайв, эфир, и там мы общались. Мне кажется, у каждого человека свои какие-то ценности, свои взгляды на какие-то ситуации. И для кого-то что-то приемлемо, для кого-то что-то неприемлемо. И решать только тебе. Мне вернулся в Краснодар, перевезли все вещи в студию, пересобрал студию, закончил трек на альбом, все еще разгребаю вещи, читаю книжки и высыпаюсь. Наше восприятие реальности ограничено нашим умом и органами чувств и теми концепциями, которые мы придумываем. Поэтому фактически мы взаимодействуем не с реальностью напрямую, а лишь с ее отражением в нашем уме. Поэтому корона, как и все остальное, у тебя в голове. Слушай, ну кто-то определенно использует, делает треки там полностью сводит, но мне неудобно. Слушай, страх, он очень деструктивен сам по себе, и это то чувство, от которого нужно избавляться. А у меня перед альбомом хочется показать быстрее. Может быть, они помогают балансировать лучше? Поеду на море. Да блин, этот Драгни кашлят начал, и мы что-то решили потихо и по-быстрому. Зачем же новый трек Соломона? Вот, все, сни, переходи по свечке. Поздравляю с релизом! Ребята, я вас очень прошу, найдите настоящую работу, и хватит засирать своим спамом все. Мы уже записали с Топором очень-очень-очень крутой трек, мне, по крайней мере, очень нравится, и надеюсь, он скоро выйдет вместе с альбомом, точнее, чуть раньше он будет синглом до альбома. Блин, я куда-то ехал в машине, послушал, мне понравилось, а потом я узнал, что там, оказывается, куча всего украдена откуда-то, но я не вникал в эту информацию в сути, не знаю. А вы с какой целью интересуетесь? Ем, молюсь, люблю. Ром, давай лучше песню доделаем, а то люди ждут. Я не про ту, которую сделали сегодня, а про ту. Знаете, что мне реально сложно понять и принять во всей этой коронавирусной истории? Почему Россия опять помогает каким-то другим странам, медикаментами, оборудованием, еще чем-то, тогда как у нас маски эти долбаные не купить, тогда как постоянно выкладывают видео, что в больнице какая-то жопа происходит. Может, себе поможем сначала, а потом уже будем обращать внимание вот туда вот и так далее. Ребят, мы тут, ау, ваши граждане. Каждый день я выхожу на крыльцо и смотрю, как расцветает это дерево. Ребят, слушайте, у меня есть подозрение, что Максим похитил Хасана, Эрика и Бабича и удерживает их в заложниках где-то в неком месте под названием Фазенда. Субтитры сделал DimaTorzok